Приветствую вас, дорогие мои друзья! Как всегда я очень рад видеть вас всех, пусть и виртуально, потому что многие из вас конечно же знают, что для головного мозга нет разницы, воображаете ли вы это себе или это происходит на самом деле. Он в равной степени реагирует как на воображение, так и на реальность. И знаете почему? Потому что между ними и нет никакой разницы. И не нужно выдумывать никаких сложных объяснений этому феномену, потому что самое простое объяснение, оно всегда и самое верное согласно принципу движения по пути наименьшего сопротивления, который является основополагающим во Вселенной. Маэстро, разверните перед нами Вселенную. О, это просто волшебно, дорогой мой. Это неописуемо. Это не Вселенная, это бесконечное многообразие Вселенных реальности, размерности и истин. И что касается истин, это тоже очень важно увидеть, потому что истина также бесконечна в многообразии своих проявлений, точек зрения, перспектив и граней. Именно поэтому очень важно понимать, что одно мнение не более истинно, чем другое. Это всегда просто разные точки зрения на одно и то же. И именно поэтому это никогда не одно или другое. Но это всегда одно и другое. И третье, и четвертое, и пятое, и шестое, и седьмое, и восьмое, и девятое, и совершенно верно, дорогие мои, так до бесконечности. И все эти идеи, которыми я собираюсь поделиться с вами, это лишь одна из граней, одна из бесконечного многообразия перспектив. И каждое прикосновение этих идей с другим сознанием будет творить, буквально создавать новую реальность, которую вы будете наполнять своим собственным отношением к этим идеям в диапазоне от абсолютного неприятия до абсолютной любви. Но в этом и есть вся красота. Это и есть проявление бесконечного многообразия. И у всех всегда будут свои счета на все эти вещи, потому что двух одинаковых реальностей не бывает. Но для всего сущего, для коллективного сознания, каждая реальность абсолютно важна. Потому что если из нее убрать хотя бы одну, одну точку зрения, одну перспективу, одну мысль или идею, это уже будет все сущее минус один. А это уже не все сущее. Поэтому каждый из вас является неотъемлемой частью творения. Поэтому важность вашего существования является абсолютной. Никогда не забывайте об этом. Маэстро, сбейте немного этот настрой, а не то мы сейчас все вознесемся и сольемся в абсолют раньше времени. Итак, дорогие мои, вы все наверняка знакомы с идеей Большого Взрыва. Так официальная наука преподносит нам рождение Вселенной. После чего она стала разбегаться в разные стороны в своем бесконечном многообразии. Поэтому начинать что-то большое со взрыва не кажется таким уж необычным ходом. Это как популярный сейчас ход в кинематографе, когда ученик просит мудреца научить его мудрости, а учитель начинает наливать чай в чашу, в которой уже есть чай, все начинает переливаться. И зритель уже такой, ну сколько можно этому солить? Твоя чаша полна, поэтому я не могу ничему тебя научить. Сначала опустоши свою чашу. Но решение со взрывом гораздо более свежее. Никаких вопросов и намеков. Ба-ба! И все старое уничтожено, и теперь можно собирать по кусочкам что-то новое. Конечно, во время самого взрыва бывает трудно что-либо понять. Но когда дым рассеялся, вы можете начать позволять себе осознавать, что прямо вот за этой реальностью, которую мы наблюдаем, буквально прямо за ней, находится некая вибрирующая энергетическая структура. И эта структура вибрирует и изменяется с ошеломительной, совершенно невообразимой скоростью. И она сама по себе тоже очень реальна. Это не фантазия, не метафора и не иллюзия. Эта структура пронизывает вообще все вокруг. Таким образом, находиться в физической реальности – это в каком-то смысле как нырнуть под воду. Только вокруг пас не вода, а океан, состоящий из таких маленьких трехмерных экранчиков, каждый из которых имеет качество и предназначен для того, чтобы отражать какой-то мельчайший аспект сознания. И все вместе они отражают все 100% того, что мы видим, чувствуем и переживаем в жизни. И все они связаны вместе в единую структуру, которая распадается и собирается вновь миллиарды раз в секунду. И с момента этого осознания мы можем начать рассматривать все вещи, идеи и теории под новым углом, пропуская их через призму нашего нового опыта. И для начала можно немного глубже копнуть в сам процесс формирования всей окружающей нас реальности. Маэстро, перенесите нас в начало прошлого века. Спасибо, дорогой мой. Вы только посмотрите, кто у нас тут. Нильс Бор. Слышите? Если квантовая механика вас не шокировала окончательно, значит вы ее еще не поняли. Приветствую тебя, дорогой мой. О, Альберт Эйнштейн. Когда я закрываю глаза, я хочу знать, что Луна все еще на месте. Александр Шрёлингер со своим котом, о котором до сих пор неизвестно, жив он или мертв. Потому что, хотя физики признали, что теория работает, но объяснить ее никто до сих пор не может. В основе самого процесса материализации лежит идея квантовой механики, а именно идея коллапса волновой функции. В начале 20 века физики обнаружили, что при спектральном анализе света, исходящего из газов, через который пропускали электрический заряд в спектре, там и тут появляются четкие полоски света вместо радуги. При исследовании причин этого явления обнаружилось, что электроны определенных атомов газов могут перескакивать с одной на другую только на определенных орбитах и таким образом излучают световые волны на определенных частотах. Но самое интересное, что ученые обнаружили, это тот факт, что электрон буквально телепортируется с одной орбиты на другую мгновенно, без прохождения расстояния между орбитами. Это как если бы Марс вдруг неожиданно оказался на орбите Земли, без прохождения всего этого пространства между ними. А затем они обнаружили, что вообще неизвестно, где точно находится электрон. Можно только сказать, с какой вероятностью электрон будет находиться в определенном месте, и было выведено уравнение волны, определяющую эту вероятность. И кульминацией этих экспериментов явился факт, что электрон проявляет качество волны, если за ним не ведется наблюдение. Но как только мы начинаем за ним наблюдать, то он сразу же начинает проявлять качество материи. Я повторю, буквально, просто один факт наблюдения отменяет свойства волны и придает свойства материи. И это не теория. Это результаты лабораторных опытов. И было проведено множество различных опытов с одним и тем же результатом. Итак, дорогие друзья. Ваше сознание – это тот самый наблюдатель. Волны пронизывают все пространство вокруг. А ваше сознание, сфокусированное на определенных частотах, в нашем случае это частоты физической реальности, пропускает их через себя, придавая им свойства материи и заполняя ими каждый элемент матрицы пространственной временной сферы, которая отражает вам то, чем вы ее наполнили. И как только матрица заполнилась, все разрушается и матрица собирается в новом порядке, готовая для того, чтобы вы заполнили новый кадр. И снова, и снова, и снова, миллиарды раз в секунду. И вы смотрите на все это и такие «Ах, как прекрасен этот закат». Что? Каким образом мы видим один и тот же закат, если реальность у каждого своя? Хороший вопрос. Сейчас расскажу. Тут все дело в определениях и установках. Дело в том, что когда наше сознание собирается переживать опыт физической реальности, перед тем, как кристаллизоваться на физическом плане, оно формирует внутри себя набор определений, которые и будут определять эту физическую реальность, все ее качества. Например, все фундаментальные законы физической реальности – это просто набор определений. Гравитация, температура кипения воды и так далее. Таким образом, нам не нужно беспокоиться о каждой мелочи. Определения делают свою работу. Белый луч светотворения проходит через кристалл сознания, в котором каждое определение, пропуская через себя этот свет, отвечает за проекцию какого-то аспекта реальности. Закат – это тоже набор базовых определений. Это как одна и та же компьютерная игра с виртуальной реальностью, в которой играют два разных человека на двух разных компьютерах. Физически это два разных человека и два разных компьютера, но они могут видеть, как будто бы одну и ту же реальность, если окажутся на одном и том же уровне, в одном и том же месте виртуальной реальности этой игры. И точно как в компьютерной игре, виртуальная реальность – это и есть виртуальная реальность, а вот переживание этой виртуальной реальности – это и есть настоящая реальность. Другими словами, ложки не существует. То есть, в общем, эта идея переворачивает всю парадигму восприятия с головы на ноги. Я это называю новое парадигму восприятия. Как к этому относетесь вы – решать только вам. Потому что у каждого из вас всегда будут свои счета на все эти вещи. Субтитры создавал DimaTorzok